Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я продолжаю тему фаворитов еще зимы, но зима еще не закончилась, поэтому могу вам рассказать еще про парочку вещей. Первую часть, если вы не смотрели, я где-нибудь, может быть, здесь оставлю ссылку, сможете посмотреть, если вам интересно. И во второй части расскажу, осталось у меня не так много продуктов, но они тоже заслуживают вашего внимания, возможно, вам захочется попробовать. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И первая вещь, с которой я хочу начать, это тональная основа от Bourjois. Это их новинка, насколько я понимаю. Я уже выставляла о ней даже пост в Instagram, потому что не хотела ее там мешать со всеми фаворитами, так как на фотографии это может затеряться. И могу сказать, что на данный момент это, ну, из масс-маркета, наверное, одна из самых лучших тональных основ, которые я попробовала на сегодняшний день. Эта тональная основа подойдет больше для обладательниц жирной кожи, комбинированной склонной к жирности. Для сухой она, конечно, будет суховато, почернет все шелушения, но что касается тех, у кого такая же жирная кожа, как у меня, это просто спасение. Эта тональная основа заявлена как влагостойкая и держит большое количество времени. На самом деле, я больше там 4-5 часов не проверяю. Обычно, если я откуда-то прихожу домой, я сразу стираю косметику. Вот не знаю, почему, раньше могла весь день ходить, но сейчас я это делаю сразу. Но могу сказать, что это время она выдерживает просто отлично. Она не дает жирному блеску ни в каких условиях пробиться на вашем лице. Хотя, девочка, одна девушка в комментариях мне написала, что ей тоже очень нравится эта тональная основа, но такой стойкости, как бы ей хотелось, она не дает. То есть, у нее жирный блеск начинает проклевываться. Вот сейчас она на мне, и как бы в комнате достаточно жарко, потому что здесь светят лампы, плюс сюда светит солнце. Но у меня абсолютно сухая кожа, и что мне понравилось, что она не отпечатывается на телефоне. Потому что обычно после других тональных основ, которые я тоже люблю, но вот есть у них такой косяк, что как только ты поговоришь по телефону, телефон надо обязательно протирать, потому что все, пол лица остается на нем. Поэтому могу посоветовать вам к ней присмотреться. У нее достаточно плотное покрытие, и она в моем случае абсолютно не требует дополнительного использования консилера либо корректора, потому что она супер все перекрывает. Она не проваливается в поры. Лично у моей, хотя у меня расширенные поры, но я всегда использую еще все-таки праймер для того, чтобы стойкость была уже такая, как мне надо. Поэтому обязательно присмотритесь. Там достаточно широкая палитра оттенков. Но, как заметили некоторые девочки тоже, что буржуа все время делает тональные основы, которые сильно уходят в желтый. Но, в принципе, вот это мне на лето подойдет. И я закажу себе посветлее. Это у меня оттенок 125, да, есть 110 и 120, вот между ними можно посмотреть. Но я обязательно тоже название укажу, а вы уже можете приглядеться, если вам интересно. Упаковка сделана вот так вот, очень добротно, классно. Это стекло. Здесь вот такая помпа. Я видела варианты еще такие, не с помпой, а именно с кисточкой, ну, по крайней мере в интернете. Но мне попалась именно с помпой. Я очень рада, потому что кисточкой я там лазить не люблю. Так что советую присмотреться и ссылку и название найдете в описании под видео. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, это тушь от марки L'Oréal. На самом деле я редко покупаю именно этой марки тушь, потому что, ну, мне она не особо подходит. Во-первых, у них практически все щеточки силиконовые. И когда я крашу ресницы, мне не удается достаточно хорошо это сделать. То есть остаются комочки, либо они начинают слипаться. Но я, честно говоря, купилась на рекламу и не пожалела, потому что эта тушь действительно делает вот такой взгляд, как у олененка Бэмби. И этим она мне очень понравилась. Она не осыпается в течение дня, она отлично держится, она делает ресничка к ресничке. И если я, например, пользуюсь керлером, то она очень хорошо их подкручивает, и они в течение всего дня держатся именно в таком виде. Здесь достаточно толстая вот такая вот кисточка идет, но это не мешает вам прокрасить каждую ресничку. Поэтому тоже могу порекомендовать. Видела, по-моему, еще есть водостойкий вариант, собираюсь купить потом уже на осень, потому что дожди у нас есть, что тот вариант тоже такой же хороший. Я не знаю, если вы пробовали водостойкую тушь, то обязательно напишите мне в комментариях, если вы, например, их сравнивали, такая же она или нет. Потому что эта тушь произвела на меня очень хорошее впечатление. И следующая вещь, которую я тоже довольно часто использовала в макияже, как раз для того, чтобы никакая тональная основа не проваливалась в поры, это марка The Ordinary. Я уже рассказывала про них достаточно много и показывала все, что у меня есть из их косметики. И я считаю, что для своего ценового сегмента это просто отличная вещь и отличная косметика. Вот у меня уже совсем немного осталось, и я обязательно закажу его еще раз. Это силиконовый праймер, который отлично справляется со своей задачей. Помимо того, что с ним тональная основа не проваливается в поры, он также еще увеличивает количество времени, которое тональная основа хорошо сидит на вашем лице и никуда не сползает. В любых условиях, даже если очень жарко, потому что в отопительный сезон, если вы элементарно заходите в магазин, ну не все снимают верхнюю одежду. Шапка, там пальто, плюс еще внутри свитер, потеешь, но тональная основа остается на вашем лице. Еще мне понравилось, что он абсолютно не забивает поры, он не комедогенный, поэтому от этого средства у меня только приятные впечатления. И тоже название вам укажу в инфобоксе. И следующее средство, которое я хочу вам показать уже от марки Stellar. Я просто не помню, показывала ли я его в отдельном видео, потому что достаточно редко снимаю. Помню, что во влоге точно показывала, и оно меня очень впечатлило. Единственное, на что я немножко пожаловалась, это на его аромат, потому что я не скажу, что аромат, как у старой какой-то косметики, прогорклый или неприятный. Нет, он просто, ну знаете, он такой слишком сладкий лично для меня. Но к самому средству по качеству абсолютно нет никаких претензий на данный момент из бюджетного сегмента. Это мои самые-самые любимые хайлайтеры. Не могу сказать, что вот это скульптурирующее средство мне подходит по цвету, но оно подойдет отлично более таким загорелым девушкам. Поэтому имейте это в виду, и я могу вот прям с легкостью и со спокойной душой вам его порекомендовать. Я очень часто пользуюсь, даже вот некоторые цвета замылились, но я иногда, если прям совсем мне не набрать его, я тихонько снимаю верхний слой и продолжаю пользоваться, потому что они очень-очень деликатные. Они, знаете, средне пигментированы, поэтому с ними, конечно, можно переборщить, если там, допустим, вы будете несколько слоев накладывать, но если один раз я использую пальцы... Ну, действительно, это для меня, наверное, сейчас одни из самых вот красивых бюджетных хайлайтеров. Поэтому, девочки, кто живет в России, могу вам порекомендовать. Мне его присылали в блогерской рассылке Stellar, но если он закончится, и у меня будет возможность где-то его достать, то я обязательно это сделаю, потому что, действительно, эта вещь оставила очень хорошее впечатление. Ну, а еще, конечно же, фаворит еще из всех фаворитов. Я не могу обойти просто стороной белорусскую косметику. У меня среди нее есть любимчики, но это то, что мне удалось попробовать, ну, точнее, самой купить и попробовать. Первое, конечно, я не могу оставить без внимания карандаши от Riloui. Я знаю, что раньше на них было очень-очень много жало по поводу того, что они сухие очень, но я так понимаю, что они изменили формулу, и карандаши перестали быть такими сухими, то есть они сейчас комфортные в нанесении. Мои самые любимые оттенки 9, 10 и 11. 9, он такой более-более холодный, знаете, даже уходящий где-то фиолетовый, но чаще всего я пользуюсь именно 10 и 11 оттенком. Вот у меня еще в старой версии с прозрачными колпачками, и вот уже вот такая новая версия, это вот такой здесь колпачок, то есть он непрозрачный, я просто их обожаю. Сейчас покажу, как они выглядят, но отдельно свотч тоже обязательно сделаю. Один посветлее, другой чуть-чуть потемнее. Ну, все зависит от того, какой макияж я делаю. Вот сейчас один из карандашей на мне, самый вот этот светлый оттенок из всех, что у меня есть, и могу сказать, что никакого дискомфорта они абсолютно мне не доставляют, то есть они не сушат губы, в отличие от тех же карандашей, например, Пупа тоже моих любимых, но они все-таки подсушивают губы, а вот эти, не знаю, лично для меня сейчас они стали достаточно комфортными. Может быть, когда я тоже первый карандаш покупала, он мне казался сухим, может быть, где-то даже ломался, но сейчас они стали более кремовыми, поэтому как к бюджетному варианту я советую присмотреться. У нас они, по-моему, в районе 3-4 евро стоят. Я знаю, что те, кто живет в Беларуси, когда меня смотрят, и я называю стоимость этих карандашей, либо вообще белорусской косметики, они все в шоке, потому что, ну, у них она стоит копейки. Ну, конечно же, пока сюда привезут, к нам у нас уже накрутят цену в несколько раз. Ну, все равно это бюджетный вариант, и я покупаю. Вот эти карандаши точно ни на что не променяю, потому что из всех, наверное, вот таких матовых карандашей для меня лично, они самые комфортные в носке. И еще меня тоже просили посоветовать как раз черный карандаш Каял. Я уже говорила про него в одном из блогов, но, повторюсь, вот здесь вот из фаворитов, из бюджетных, самый классный на данный момент для меня карандаш, это тоже карандаш от Релуи, который серия Артистик, я так понимаю. Здесь его, знаете, я не знаю, сколько я уже его использую, но здесь его достаточно много, это при том, что он мягкий, и расход у него не такой уж и маленький, как мне кажется. Но этому карандашу уже достаточное количество времени, он до сих пор отлично рисует, и, как вы видите, продукта здесь тоже осталось немало. Для меня, да, на сегодняшний день из бюджетных он является самым лучшим и самым стойким, потому что я использую его как при подложке, допустим, точнее, как подложку в смоке айсе, он там держится просто отлично. Но, естественно, здесь вы еще как бы дублируете его тенями, может быть, в этом заслуга. Но и также на моей слизистой, достаточно проблемной, на которую практически ни один карандаш не держится, только вот подводка от Maybelline, которая у них Lasting Drama, и подводка от Bespecial, которая тоже очень классная, очень стойкая, ну и вот этот карандаш. Ну, конечно, это самая удобная форма, потому что там не надо водить ничего кисточкой, просто нанесли и пошли. Так что могу посоветовать вам, снизу полное название оставлю. Уверена, что в вашем городе вы сможете найти его без проблем, а если вы пробовали, то с удовольствием послушаю ваши впечатления. Далее хочу затронуть тему очищения лица. Это мицеллярная вода от марки Garnier. Я у нас не видела ее в Эстонии. Я заказывала через Beauty Bay или через Feel Unique, и там я еще заказывала Biore, две мицеллярные воды, конечно. Конечно, по сравнению с Biore, это, наверное, у меня на втором месте стоит, потому что Biore просто вне конкуренции. Если будет такая возможность, я закажу еще. Но вот как раз эту мицеллярную воду я тоже могу посоветовать, особенно для тех, у кого чувствительные глаза и чувствительная кожа, и кто любит потрясающие ароматы, потому что их обычные серии, они, по-моему, вообще ничем не пахнут, ну, по крайней мере, розовая мицеллярная вода. У этой просто непередаваемый аромат василька. Василек же здесь, да, по-моему. Вот. И поэтому я могу сказать, что да, на данный момент она является, пока те у меня закончились, моим фаворитом. Она достаточно хорошо очищает не водостойкий макияж. Конечно, если у вас водостойкая тушь, водостойкая там какая-нибудь база под тень или что-то еще, придется приложить усилия. Но что касается обычного макияжа, повседневного такого, где не задействована тяжелая артиллерия, это средство справляется отлично, никаких покраснений на коже не оставляет. Ну и, как я уже сказала, в процессе, пока вы пользуетесь, вы просто наслаждаетесь ароматом. Хотя, конечно, тут на любителя, может быть, не всем он понравится. Так что, если вдруг увидите именно такой вариант, то тоже могу рекомендовать его к покупке. И хотела вам еще рассказать, совсем забыла об этом тональном креме от марки Эвелинда, достаточно бюджетном. Не знаю, как у нас в Эстонии, наверное, у нас он не прям слишком бюджетно стоит, потому что все, что у нас завозится откуда-то извне, у нас сразу такая накрутка. Ну, в общем, если вы живете в России, думаю, у вас он стоит, даже не буду врать, может, рублей 200. Я обязательно тоже оставлю название, ссылку вы сможете посмотреть. На самом деле, я прям вот к таким достаточно бюджетным тональным основам очень скептически отношусь, потому что вот эта тональная основа, которую я вам показала, 18.95. Она стоила там, где я ее покупала. Знаю, что девочки сразу после моего поста заказывали ее из Германии за 9.90. Видите, как варьируется цена. Но у нас в Эстонии всегда все втридорого, поэтому я уже привыкла. И я особо никаких надежд на эту тональную основу не возлагала. Опять же, здесь тональная основа для жирной кожи. Матирующий тональный крем антибактериальный. Здесь масло чайного дерева, витамин Е, экстракт зеленого чая. Глубоко увлажняет, выравнивает тон, содержит фильтр SPF10. У меня это 01 оттенок, самый первый в линейке. Он как раз идеально прям слился с моей кожей, и даже нет никакой разницы. Но бывает так, что тональный крем на лице смотрится нормально, но есть некая такая граница, поэтому немножко так ее смазываешь. Распределяя здесь, я могу просто нанести тональный крем на свое лицо, и вообще дальше о нем забыть, потому что он тоже очень хорошо выдерживает 5-6 часов, не выдавая жирный блеск. Поэтому тоже могу порекомендовать, никаких высыпаний, никаких забитых пор, ничего не вызвало. Действительно, на лице лежит очень хорошо, как вторая кожа, он даже практически незаметен. Поэтому я очень, в принципе, удивилась, что за такую стоимость такой достойный тональный крем. Я не знаю, важно для вас или нет, это то, что Эвелин не тестирует на животных, у них везде стоят эти значки. В общем-то, все, что заявляет этот тональный крем сзади, вот здесь написано, тоже вам поближе, потом сниму и покажу, он все это выполняет. Поэтому, если, друг, вы находитесь в поисках бюджетного тонального крема, то к этому я тоже могу посоветовать присмотреться. Ну, если, может быть, кто-то пробовал, не подошло, но да, это какие-то особенности нашей с вами кожи, потому что то, что подходит одному, и от чего восторги там, допустим, другие, мне часто не идет это. Ну, я никого здесь не обвиняю, это, опять же, особенности моего организма, моей кожи. Поэтому к этому тональному крему тоже могу посоветовать присмотреться. И также чуть не забыла еще показать один мой тоже любимый крем от марки The Ordinary, только это уже увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, которым я пользовалась практически всю зиму, и он очень хорошо выручал. Он достаточно такой легкий, но при этом со всеми шелушениями, которые у меня образовывались на крыльях носа, это единственное место, где у меня обычно шелушится, он справлялся за ночь просто отлично, поэтому тоже могу порекомендовать. Очень часто бывает так, что я наношу его и под тональную основу, и никуда он на ней не плывет, и тоже отлично держится. Я обязательно закажу еще. У нас в Эстонии продается эта косметика, но так как я в последнее время привыкла все заказывать через интернет, и тем более у нас такой небольшой локдаун, мне так кажется, потому что сейчас у нас ужесточают все, как это сказать, ужесточают требования к тому, где вы можете находиться, как вообще это должно выглядеть. Мне, знаете, совсем нет охоты ходить в магазин, так что я все заказываю через интернет. И я настолько часто его использовала, что сейчас даже не смогла выдавить вам, чтобы показать, но, может быть, потом, после видео разрежу. Он, знаете, действительно такой наилегчайший, но свою функцию выполняет просто отлично. Так что эти два крема у меня практически подошли к концу, поэтому сегодня-завтра, наверное, закажу себе новые. На сегодня это были все мои фавориты. Я с огромным удовольствием прочитаю, что же хорошего, интересного было у вас. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите мне их в комментариях. Можете писать также мне в Директ, в Инстаграм. Я все ссылки кликабельные всегда оставляю в инфобоксе, как и всю информацию, которую я преподношу здесь в видео. И увидимся в следующем видео. Пока!